Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Я предлагаю начать, наверное, да? Да, давайте, Дмитрий Владимирович, вам приветственное слово, пожалуйста. Спасибо, спасибо, Александр. Доброе утро еще раз. Я очень рад приветствовать всех участников нашего вебинара. Спустя достаточно длительное время мы наконец-то вернулись к нашим совместным мероприятиям с Российским обществом клинической онкологии. Это нас очень радует. Будем надеяться, что максимально быстро нам удастся перейти к очному формату мероприятия, общаться уже лицом к лицу. Но для начала я думаю, что это тоже прекрасная возможность. Отдельная благодарность нашим спикерам Александре Сергеевне, Елене Александровне, Александре Викторовне, которые нашли возможность и подготовили доклады. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие позволит осветить такую тему, как специализированное лечение сарком матки со всех сторон. У нас будет доклад по хирургическому лечению, по лекарственной терапии и будет представлен доклад по клиническому случаю из нашего учреждения. Поэтому всех еще раз поздравляю с первым за долгое время мероприятием на базе нашего диспансера, совместно проводимое с Российским обществом клинической онкологии. Желаю всем удачи, успехов и интересного, насыщенного мероприятия. Предлагаю начать. Первый доклад у нас Елены Александровны Улерих, который будет посвящен хирургическому лечению сарком тела матки. Пожалуйста. Статистика по Российской Федерации затруднена. По Соединенным Штатам, по сировским популяционным данным, частота встречаемости сарком, и в частности леями сарком, составляет 6 на 1 миллион женщин или 1-2% от всех злокачественных опухолей. По морфологической классификации, изначально опухоли делятся на гомологичные, гетерологичные, чистые и смешанные. Если мы возьмем опухоль наиболее часто встречаемые и характерные для опухолей матки, это леями саркома, деметриально-стромальная саркома, аденосаркома и хайгрейт опухоли, то в частности можно так охарактеризовать леями саркома. Это гомологичная чистая опухоль, деметриально-стромальная саркома, лайгрейт, тоже гомологичная чистая опухоль, а вот к смешанным опухолям гомологичным и принадлежатся к гетерологичным относится аденосаркома, недифференцированная саркома, то есть хайгрейт, бывшая эндометриально-стромальная саркома. Карсенсаркома перешла и характеризуется сейчас как эпителиальная опухоль матки и классифицируется по системе ФИГО, по классификации, которая используется при раках эндометрии. Что касаемо лемиосаркомы, эндометриальной стромальной саркомы и аденосаркомы, классификации отличаются. При лемиосаркомах здесь характеризуется в зависимости от размера первичного очага, больше-меньше 5 см, при эндометриальной стромальной саркомах в зависимости от того, проникает в эндометрию или нет. 1АБЦ, классификация, здесь характеристика сохранена, как если помните, была раньше до 2009 года для слокачественных эпителиальных опухолей матки. Начиная со второй стадии, это вовлечение придатков матки или других тканей органов малого таза для сарком. Здесь вот в этой классификации характеризуется и крайне абсолютно отличается от опухолей эпителиальных, если там вторая стадия, это поражение строма шейки матки. По частоте встречаемости здесь представлены наиболее частые опухоли, не эпителиальные опухоли матки, лемиосаркомы, эндометриальные стромальные, аденосаркомы и дифференцированные. Наиболее часто встречаемые лемиосаркомы и дальше по убывающие идут в этом слайде. По пятилетней выживаемости, наихудший прогноз при лемиосаркомах и недифференцированных саркомах, в отличие от эндометриальной стромальной саркомы и аденосаркомы. Клинические проблемы, предоперационная диагностика затруднительно, нет специфических особенностей и нередкая ситуация, когда опухоль обнаружена случайно после операции, выполненной по поводу миоматрагии или по поводу миомы матки. А надо сказать, что миом матки одно из наиболее часто распространенных доброкачественных заболеваний, которые регистрируются и у женщин репродуктивного возраста в четверти случаев. А среди гинекологических операций гистероктомии по поводу миом составляет от 25 до 36%. И здесь мировая медицина идет по пути малоинвазивной хирургии. Это естественно, потому что меньше травматичность, лучше визуализация, уменьшение объема кровопотери и ранней реабилитации больных. И вот в этой связи предложено было использование такой технологии, как марцелляция. Эта технология была предложена в 1993 году и в том году была одобрена FDA многими европейскими и канадскими регулирующими структурами. Но с 2014 года поставлена под сомнение безопасность этого метода. И FDA публикует ограничения по применению марцелляции у гинекологических пациентов. Откуда? Поскольку получили результаты прогноза у пациентов, у которых случайно была обнаружена саркома во время марцелляции, выполненной по поводу гинекологических заболеваний, гинекологических клиников. Ну и какая частота встречаемости? Вот немецкое исследование среди почти 11 тысяч женщин, казалось бы, небольшой процент, 0,06% среди марцеллированных маток и миоматозных узлов частота встречаемости саркома. То есть получается один случай на 1800 марцелляций. Проанализировали и другие коллеги, метаанализ сделан именно по частоте встречаемости на 1000 марцелляций. Сколько реально можно встретить сарком и леомиосарком? Здесь данные для леомиосарком представлены. Это 2 на 1000 миомэктомии или гистероктомии с марцелляцией. То есть, казалось бы, небольшой процент, но это катастрофично для пациентов для прогноза беспрогрессивной общей выживаемости. Вы видите, насколько диаметрально расходятся рукава у пациента, где выполнена областичная без марцелляции гистероктомия и у кого была выполнена марцелляция. Это подтверждает и другие работы. Здесь ретроспективное когортное исследование по поводу леомиосарком пациенток с марцелляцией и без марцелляции. С марцелляцией общая выживаемость составила 48 месяцев. Без марцелляции, здесь в течение 3 года наблюдения, средний был на рубеж, был поставлен анализ этого наблюдения. Без марцелляции медиана общей выживаемости не была достигнута. Трехлетняя общая выживаемость марцелляции составила 64%, без марцелляции 73%. И метаанализы тоже самое демонстрируют, сведенные здесь в одной публикации. Действительно, интраабдоминальный уровень рецидивов сарком выше в группе, где была выполнена марцелляция и общий уровень рецидивов выше в группе, где была выполнена марцелляция. Ну и вот в качестве иллюстрации, это пациентка 38 лет, регулярно наблюдалась у гинеколога. В сентябре 2021 года обратилась к гинекологу по месту жительства, жалоба на обильные менометр роги, выполнена лызь, обнаружен рост миоматозного узла и на тот момент он был 9 см. Было рекомендовано исследование эндометрии без АТП. И дальше в гинекологическом стационаре выполнена миоматомия с марцелляцией, 38 лет пациентке, молодой возраст, отсутствие онкологической осторожности, гистологическое исследование, леомиосаркома. Дальше он обращается к нам в центр Алмазова через месяц, месяц после выполненной операции. Обследование КТ органов грудной клетки без отдаленных метастазов, МРТ органов малого таза, размеры матки от 9 до 7 см, 9,8 см см, структуре миометрии без очагов образования, придатки нормальных размеров, незначительное количество выплата, на фоне которого отчетливо в патологическом образовании не выявлено, и нет увеличения поддушно-параортальных лимфатических узлов. Пульпаторно-клинически без инфильтрации в параметре, и поэтому запланировано хирургическое лечение, лапаротомия и экстерпация матки, секонд-лок-операция. И вот видите, интероперационно, что было обнаружено, тотальное, париетальное и висцеральное обсеменение метастатической опухоли, что признано было как неоперабельный случай. И дальше пациентка уже подлежала системно-лекарственной терапии. Ну и в общем-то в 2014 году после публикации в мировой литературе, в 2014 году рекомендации FDA прописывают ограничения использования марцеллятора. И апдейт 2020 года тоже самое указывает. По-прежнему рекомендует ограничение использования марцелляции при гистерэктомии и миомоктомии, только у лимитированного числа тщательно отобранных пациентов. Информирует пациента користой диссеминации злокачественного процесса. Сколько предоперационной диагностики невозможно. Противопоказано однозначно, если опухоль, подлежащая марцелляции, злокачественная и подозрительная, но злокачественная, будь то НБР, все равно однозначно противопоказано. Противопоказано у пациенток в пост и на паузе и противопоказано у пациенток старше 50 лет. Откуда 50 лет рубеж по данным этого мета большого анализа, который распределила по возрастным группам пациентов и крайне высокий риск обнаружения саркома оказался в возрастной группе старше 50 лет. 2,6% против 0,4% в более молодых возрастных группах. Поэтому в американской медицине есть такие ограничения для марцелляции. Что касается непосредственно хирургического лечения леомиосаркома, самая распространенная у всех саркома, частота составляет 60-70%. Нет никаких специфических особенностей. Однако, если опухоль заподозрена предоперационно, то необходимо выполнение КТ для исключения вторичного поражения легких и печени ввиду высокой потенции опухоли-генатогенного распространения. Поэтому в качестве хирургии гистероктомия будет лапароскопическая, роботическая, но выбор за лапаротомией, главное без марцелляции. Если вдруг кому-то удается лапароскопическая, роботическая без марцелляции, это выполнено без микроразреза, но такое допускается, хотя крайне сомнительно. Поэтому лапаротомный доступ и гистерогнексектомия. В отношении лимфоденектомии проанализировали частоту метастазирования лимфогенного при леомиосаркома. В целом на круг по всем публикациям частота метастазирования колеблется от 0 до 18% случаев, но в целом на круг это 6,9%. Статистически невысокий процент метастазирования, что было еще в 90-х годах нашими российскими коллегами резюмировано в отношении отсутствия лимфогенного метастазирования высокого риска при леомиосаркомах. Адель Федоровна Урманчеева на базе института онкологии Петро проанализировал опыт из 38 пациенток с саркомами. Только с выполненной лимфоденектомией, только при леомиосаркомах не было выявлено ни разу метастатического поражения лимфатических узлов при профилактической стадирующей лимфоденектомии. Ну и даже если выполняется стадирующая лимфоденектомия, это никак не влияет на выживаемость. Это анализ среди 1300 пациенток, у которых плюс-минус выполненной лимфоденектомии на выживаемость никак не влияет. То же самое показывает и метаанализы, которые не показывают увеличение выживаемости и выигрыша у пациентов от выполненной лимфоденектомии. Поэтому лимфоденектомия не показана, если только лимфатические узлы не увеличены и нет устремления к выполнению R0 операций. В отношении органосохраняющих операций, то есть без гистеректомии, очень большой вопрос, публикации практически нет. Естественно, каких-то контролируемых исследований нет. Единственное упоминание, вот одно из них здесь представлено, анализ почти за 10 лет. Только 8 пациенток, которым рискнули выполнить органосохраняющее лечение без гистеректомии в период наблюдения 4 года. Здесь из 8 пациенток было зарегистрировано 3 беременности в двух случаях. Счастливо они закончились срочными родами, но в одном случае, во время кесаревого сечения обнаружена диссеминация процесса и пациентка констатирована летальный исход через 2 года после беременности. Поэтому в отношении органосохраняющего лечения при лееменосохраняющих крайне ограничено число исследований. И если публикация существует, то если идти на такой риск, то только если это солитарный узел меньше 5 см, если удается полную резекцию выполнить. И естественно, это не рекомендуется в стандартной практике. В отношении аварии эктомии здесь на самом деле не так все плохо в отношении яичников. Метастазирование в яичнике крайне низкое 0,6%. И удаление и неудаление яичников никак не влияет на выживаемость этих пациентов, что я представила на этом слайде. Поэтому в отношении хирургического лечения при лееменосохраняющих молодой возраст можно выполнять сохранение яичников. Ну и естественно с удалением труб, поскольку это не влияет на прогноз заболевания. В отношении одевантного лечения не буду устанавливаться. Александра Сергеевна будет об этом говорить детально. По системной лекарственной терапии. Единственное, поскольку у нас не обозначено в программе отношение лучевой терапии, то коснусь исследований в отношении одевантной лучевой терапии. На самом деле, если были какие-то публикации за лучевую терапию, то это нерандомизированные исследования. В частности, вот это здесь представлено. И если демонстрируют какие-то успехи лучевой терапии, то это обычно более благоприятная группа. Но еще раз подчеркну, нерандомизированные исследования. А в отношении рандомизированных исследований, вот этой ОРТС-Гоговской исследовании, где было включено 103 пациентки с леемиосоркомой и разделены были на два рукава наблюдения и лучевая терапия, то не было выигрыша без прогрессивной выживаемости и общей выживаемости. Поэтому одевантная лучевая терапия не назначается у пациенток с леемиосоркомой после оптимального хирургического лечения. И, в общем-то, такая тенденция в неназначении одевантной лучевой терапии среди американских коллег и регистрируется. Ведь этот верхний тренд неназначения одевантной лучевой терапии у пациенток с леемиосоркомой. Поэтому в отношении лечения при леемиосоркома В начальной стадии радикальное хирургическое лечение в терпации матки с придатками без марцеляции, лучевая терапия неэффективна, одевантная химиотерапия в двух рандомизированных исследованиях не показала свою эффективность и основное упование в первичном лечении это хирургия. В отношении аденосаркомы здесь крайне небольшое число исследований. Впервые в 1974 году обозначена эта опухоль, выделена в отдельную структуру. Частота встречаемости среди наточных саркома только 5%. Характеризуется доброкачественным эпителиальным компонентом, а саркоматозный компонент представлен в виде лау-грейд-эндометриальной астромальной саркомы. Рецептор позитивный эстроген-плюбистерон, 5-летняя выживаемость в целом на круг хорошая 84%, поскольку по имеющимся данным чаще всего встречается в первой стадии. В Климент-Скале исследованы первые стадии вообще 80% случаев, по Сировской национальной базе 50-60%. Соответственно, и выживаемость при первой стадии 84%. Поэтому здесь основное метод лечения хирургических удаления тотальной матки с придатками. В отношении эндометриальной астромальной саркомы. Если до 2003 года разделяли эндометриальную астромальную саркомы на лау-грейд и хай-грейд опухоли, то после 2003 года хай-грейд опухоли выделили в отдельную группу недифференцированных сарком, характеризующуюся неблагоприятным прогнозом. А вот лау-грейд опухоли изначально, старые классификации до 2003 года, как раз-таки они сейчас и считаются этими эндометриальными астромальными саркомами с низкой потенцией к рецидивированию, прогрессированию, метастазированию. Рецептор позитивный эстрогеновый, прогестерировановый. Общая выживаемость хорошая от 60% до 70%. И это опухоль гормоночувствительный. Индолентные опухоли, но если развивается рецидив, то местные и, соответственно, возможно, хирургическое лечение. Отдаленные метастазы редко, 5-летняя выживаемость, как я уже сказала, высокая. Если это первая стадия, то на порядок выше результаты 5-летней и общей выживаемости. Радикальным объемом хирургического лечения – это гистеродная циктомия, удаление яичников совершенно резонно, учитывая гормональный рецептор, положительный статус этих опухолей. В отношении лимфодомиктомии здесь представлены данные по риску лимфогенного метастазирования. Он колеблется от 0 до 33%, но в среднем на круг – это 9,9%. В отношении профилактической стадирующей лимфодомиктомии влияние на выживаемость не влияет на общую выживаемость по результатам метаанализа. Видите, рутинная стадирующая лимфодомиктомия. Поэтому не рекомендуется. В отношении адноэксэктомии, как я уже сказала, логично и теоретически оправдана адноэксэктомия, учитывая эстроген-продиэстерон, продуцируемые рецепторы опухоли. Но вот есть молодые пациентки, и стоит ли рисковать им оставлять яичники? Здесь в публикации перечислено количество рецидивов после гистерэктомии по поводу эндометриальной страммальной саркомы плюс-минус адноэксэктомии. В большинстве исследований, там, где удалены были придатки, в два раза ниже риск местного рецидива при эндометриальной саркоме 34 против 80, 22 против 100, 45 одинаковые у КИМ-исследований. Только у Аманта отличаются данные от всех других исследований. Но в целом на круг примерно в четверти случаев, когда было выполнено сохранение яичников у этой когорты пациентов, это никак негативно не повлияло на выживаемость, несмотря на большее число рецидивов у этих пациенток. Так, вот в этом метаанализе 2019 года, среди 17 исследований, среди почти 800 пациенток, в четверти случаев было выполнено сохранение яичников, в 500 случаях адноэксэктомия, да, уровень рецидивов выше в группе с сохраненными яичниками, 46% против 24% достоверно выше, ведь и на рисунке это представлено. Но в отношении прогноза, в отношении летальности не оказалось статистически неблагоприятных различий. В группе, где сохранены яичников, летальность составила 6%, в группе, где была выполнена адноэксэктомия, это 7%. И то же самое демонстрирует и Сировские национальные базы. То есть, в общем-то, уровень рецидивирования выше, если яичники оставлены, но вот на прогноз такое впечатление, что катастрофически никак не влияет удаление и неудаление яичников. В отношении адевантного лечения, касаемо лучевой терапии, Сировские данные не показывают выигрыш от адевантного лучевого лечения при деметриальных стромальных саркомах, поэтому не рекомендуется. И так же, как и у европейских коллег, которые тоже посмотрели, возможно, адевантную лучевую терапию при адевантной, при эндометриальных стромальных саркомах и не получили результативности. Поэтому вот в отношении адевантов к эндометриальных стромальных саркомах тоже большой вопрос. Таким образом, по хирургическому лечению сарком матки, при леомиосаркомах, гистеродной эксэктомии, перепосменопаузу, без профилактической стадирующей лимфоденоктамии и категорически без марцеляции. Сохранение яичников в молодом возрасте оправдано. При эндометриальной стромальной саркоме гистеродной эксэктомии без профилактической стадирующей лимфоденоктамии. Сохранение яичников очень дискутабельно. При аденосаркоме гистеродной эксэктомии здесь количество исследований ограничено. В отношении рецидивов, поскольку малочувствительная опухоль и к лучевой, и к химио-системно-лекарственной терапии, то на первом месте выходит хирургия при локальных рецидивах. Но в целом на круг нет такая частая возможность выполнения хирургических вмешательств при рецидивах при саркомах матки. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Александровна, за доклад. Пожалуйста, коллеги, если у кого-то есть вопросы, вы можете их задать. В чате я смотрю, что пока что вопросов нет. Есть ли вопросы у коллег Александра Виктора, может быть, и коллеги... Глубоко уважаемые коллеги, слышно меня, да? Да-да-да. Готова ответить на вопросы. Просто последняя фраза пропала. Здравствуйте. Очень рад. Спасибо за приглашение. Спасибо большое за участие, Елена Александровна. Прекрасный доклад. Спасибо большое. Все. Если какие-то вопросы, готовы я вот... Елена Александровна, можно я тогда задать вопросы? Конечно. Вот касательно распространенных стадий, четвертых стадий, мы действуем так же, как там третьих, четвертых, там, диссиминированных процессов. Мы действуем так же, как и для лечения рака эндометрия. То есть мы проводим профилактическую гистероктомию, простую для профилактики кровотечения, или как вы в своей рутинной практике делаете, или начинаете с лекарственных метров? Нет, в этой ситуации нет. Идем от отказа от хирургического лечения, потому что только если жизнеуброжающая ситуация, мы понимаем, что сможем выполнить гистероктомию с целью остальных кровотечений только в этой ситуации. То есть когда пациентка кровит только? Когда пациентка не кровит, вы начинаете с лекарственных метров? Да, лекарственные. А различные варианты эмболизации вы используете или нет? Да, можно использовать эмболизацию, конечно. То есть как выбор идет между теми ситуациями, когда идут на гистероктомию, потому что у нас всегда этот вопрос такой дискутабельный в практике? Нет, вот в отличие от раков эндометрия, здесь при саркомах, здесь, учитывая агрессивное течение, неблагоприятный исход, здесь вот хирургия не сыграет какую-то главенствующую роль при диссеминированном процессе. Поняла. То есть начинать, тогда в случае кровотечения, если возможно, эмболизация, продолжение лекарственного метода, да, для человека? Да, если метастазы, да, легкие печени, да, в четвертой стадии, да, конечно, здесь на хирургии нет, мы не берем все. Поняла. Спасибо большое. А у вас, в Брянске Александра Викторовна, вы как поступаете обычно? Ну, просто вот еще раз возвращаясь к этому вопросу, из практики, если здесь именно вопрос за гематогенные метастазы, обычно местно, уже с инфильтративным ростом этот циркоматозный компонент, и здесь технически достаточно сложно это выполнить. Единственное, наверное, обсуждаемо какой-то единичный, может быть, метастатический узел, например, в легких, и условно-резиктабельный опухоль царкома в брюшной полости, но может быть, индивидуально в каких-то ситуациях обсуждать такой вопрос, если она действительно резиктабельна. Но на практике, уже если такой распространенный процесс, обычно опухоль не резиктабельна. А еще можно тогда спросить по поводу локальных рецидивов, которые возникают в культе, например, как вы обычно поступаете в своей практике касательно выбора хирургического или лучевой тракт или лекарственного. Да, если одиночно, здесь очень похоже, где-то может быть аналогия, хотя неправильно проводить аналогии с эпитуляльным опухолеме шейки матки, какой-то локальный центральный рецидив, резиктабельный. И если это не в ключе продолженного роста опухоли, то есть если тут сложно, невозможно сказать какие-то рамки 6-12 месяцев через сколько возник рецидив, если при яичниках там у нас есть какие-то сроки 12 месяцев на повторную операцию однозначно можно пойти, то здесь вот при саркомах я бы тоже склонялась, если этот рецидив отсрочен где-то, ну вот, хотя бы 12 месяцев и он одиночный и резиктабельный, тогда здесь рассматривала бы о хирургическом лечении. Если же это после хирургического лечения рецидив даже в брюшной полости, ну вот, непосредственно после первичного лечения в пределах там рамки 3-4 месяцев я бы уже, ну, конечно, индивидуально нужно смотреть и все даже интероперационно бывает, только понятно, операбельно или нет это опухоль, но скорее всего в этой ситуации вот такого агрессивного продолженного роста по сути дела здесь не получится рассматривать хирургическое лечение, хотя понимаем, что уповаем больше всего здесь на хирургии. спасибо огромное. Да, Александра Викторовна, вы, как у вас? Да, здравствуйте, спасибо огромное за доклад, все со связью у нас все наладилось. По поводу вопроса распространенной стадии мы тоже, мы начинаем с химиотерапии, просто у нас обычно к нам попадают пациенты из других городских больниц уже прооперированные, и мы тогда, они либо к нам на химию получают, попадают, и мы начинаем с химиотерапии. И может быть в этой связи по операции секонд-длук здесь вот возможен вариант, например, действительно попадать после других гинекологических стационаров, но почему вот и в клиническом случае мы пошли на секонд-длук операцию, если бы полиредиктабельно было, мы бы удалили и матку, может быть, казалось бы, на неизмененные и какие-то подозрительные участки, но вот в случае, я имею в виду в плане хирургического вмешательства секонд-длук после операции в других лечебных учреждениях это нередкие ситуации, но бывает, и вот как продемонстрировано, что здесь невозможно повторное хирургическое вмешательство, конечно, системная лекарственная терапия. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Дмитрий Владимирович, входите нами. Еще раз спасибо, Елена Александровна, за прекрасный доклад. Спасибо, не отрываем вас от операции. Слово предоставляется Александр Сергеевич Тюляндина с докладом на тему лекарственной терапии сарком-теломатки. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Спасибо большое, коллеги. На самом деле, с одной стороны, задача простая, с одной стороны, все, в основном, химиотерапевты, люди, занимающиеся лечением сарком-теломатки, встречаются с трудностями. С одной стороны, лечение сарком на самом деле всего несколько схем терапии, которые мы между собой просто меняем по очереди. С другой стороны, у нас все время возникают проблемы, сложности в выборе и тактике назначения той или иной схемы лекарственного лечения. Поэтому попробуем разобраться. Но проблема на самом деле заключается в том, что действительно, как уже говорила Елена Александровна, саркомы матки это очень редкая опухоль, относительно всех опухолей тела матки. Карсеносаркомы мы уже исключаем, поэтому сегодня о них в принципе не будем говорить. Их лечат как опухоли тела матки, раком дометрия. А все остальные действительно очень небольшое количество, мало исследований. Поэтому всегда возникают вопросы, дискуссии, как мы лечим у каждой клиники своя практика. Поэтому очень хорошо, что мы как раз делимся своим опытом. Ну как сегодня показывала Елена Александровна, в основном мы встречаемся с лемиосаркомами. Это больше половины всех случаев. Следующие для них это деметриальные стромальные саркомы матки. А в остальных случаях не дифференцированы. Здесь у меня опечатка, прошу прощения, аденосаркома и так далее. В принципе в основной массе мы с вами будем говорить вот об этих трех подтипах. Лемио, деметриальные, стромальные, низкой и высокой степени злокачественности, потому что для них хоть как-то что-то известно. Для всех остальных в принципе мы берем практику излечения как раз вот этих подтипов опухолей. но вот имеете данные. Уже сегодня об этом упоминалось, но кратко скажу, что конечно с одной стороны выживаемость больных не столь высока как нам хотелось бы. Четвертая стадия для всех подтипов. Пятилетняя выживаемость составляет 30%. На самом деле намного выше например в раке и при раке яичников например, но за счет как раз низкодифференцированных подтипов, как я думаю. Но при этом если мы с вами посмотрим на лимию саркому, то если она встречается на первой и второй стадии, то 5 лет переживают при первой стадии всего половина больных. Это кардинально отличается от рака эндометрия по прогнозу. Вторая стадия только четверть, а третья и четвертая стадия никто не переживает 5 лет. То есть опухоль агрессивная она очень быстро растет и рецидивирует. Поэтому мы часто с вами встречаемся с прогрессированием несмотря на то, что хирурги сделали все, что возможно. И все это происходит с агрессивностью опухоли малой числом исследовательной и той доказательной пазы, которая у нас есть. А проблема заключается в том, что в основном все исследования подключают саркома мягких тканей и саркома теломатки, а у нас есть некие различия в течении в ответе на терапию, в предыдущем лечении. И поэтому в принципе всего из того идея, какая заключается у всех исследователей, это попытаться найти подходящую аджевантную терапию для того, чтобы снизить вероятно, снизить частоту прогрессирования этих больных. Поэтому давайте смотреть, что мы с вами можем предложить нашим пациентам в рамках аджевантного лечения. У нас есть пять опций, самое простое это наблюдение. В принципе, сейчас будем говорить, что это наиболее часто используемая опция. Попытка улучшить это гормонотерапия, аджевантная химиотерапия, аджевантная лучевая терапия и комбинация этих методов. Частично для нас она уже коснулась этого вопроса, но пробежимся. Значит, аджевантная гормонотерапия, почему к этому пришли? Ну, видим, что по разным небольшим работам было показано, что многие саркомы экспрессируют рецепторы эстрогена прогестерона. Мы видим, что леомиосаркома экспрессирует где-то условно в половине случаев рецепторы эстрогена прогестерона, а аджевантная астромальная саркома практически все пациенты экспрессируют тот или иной уровень рецепторов эстрогена прогестерона. Единственное, мы видим максимальные баллы. При этом, если мы с вами посмотрим, то нет ни одного перспективного организированного исследования при изучении каком-терапии при саркомах ни в эдюванте, ни при метастатическом процессе. Поэтому весь наш опыт, он из небольших ретроспективных работ, которые наши коллеги использовали или исследований старых фаз. Что же у нас с вами есть? Ну, в идеале стали думать об использовании эндометриальной стромальной саркомии, и был соблюден такой сбор данных с 2003 по 2015 год по использованию гистогенов, ингибиторов арматаза. Напоминаем, что томоксифен не используется при лечении саркор. И мы видим с вами, что вот эти ретроспективные данные показывают, что если у пациента возникает рецидив, то есть, если у пациента не возникает рецидив, нет рецидива, то у больниц, которые получали гормонную терапию, он не возникает в 86% случаев, а те, которые не получали в 71%. То есть, чаще возникал рецидив на 10-15%, если пациенты не получали ничего, чем те пациенты, которые получали одевантную гормонную терапию. Но это никак не сказывалось на отдаленных результатах лечения, поэтому условно у нас нет четкой доказательной базы о том, что гормонную терапию в одеванте, может что-то улучшить. Как и нет, вы за доказывающие что не работают. Поэтому исследования, наверное, нужны, опыт свой выбирать, но на сегодняшний день неудачных данных нет. Что же, институт М. Диандерсон проводил свое исследование, и они начали вторую фазу анализирование, проспективно по изучению ингипетера форматазы, основывались они на исследовании при рецидивах. У нас, мне кажется, где-то микрофон, я тут знаю, кого, смотрите. Смотрите, у кого микрофон включен, мне кажется, у администратора может у кого. Это уже Игорь Михайлович написал. Время без прогрессирования при лечении рецидивов составляло 2,2 месяца, поэтому решили коллеги, что использование гормонотерапии может быть в адюванте эффективно, и М. Диандерсон начали эту работу у больных с лемиосарком, которых больше всего пандомизировали в группу литрозола или в группу наблюдений. Интересно, что они опубликовали свои данные в 19-м году. За период наблюдения 43 месяца они набрали всего 9 больных. И на этом решили закрыть исследование в связи с низким набором пациентов, то есть малым числом, редким числом, лемиосарком в центре, что они получили на своих 9 пациентах. 4 пациентки у них получали литрозол, 5 пациентов были в наблюдении. И здесь как раз было показано вот это небольшое больное, что медиана времени без прогрессирования в экспериментальной группе была не достигнута, то есть никто не запрогрессировал. Тогда, как в группе наблюдения медиан составило 17 месяцев. Если они смотрели выживаемость без прогрессирования через год и через 2 года, то никто не прогрессировал на гормонотерапии, а те, кто получали литрозол, год без прогрессирования 80, и 2 года 40%. То есть мы видим, что на самом деле доказательная база вообще очень низкая, очень сложно о чем-либо говорить, но при этом такая вот маленькая поисковая работа может показать, что возможно одевантная гормонотерапия что-то так. Но пока это наши с вами наборы, поиски, не являющиеся стандартные лечения. если мы с вами будем смотреть какие-либо рекомендации, там нигде не будет написано. Поэтому гормонотерапия у нас, к сожалению, на сегодняшний, или к счастью, на сегодняшний день пока не является стандартной терапии одевантной. Что касательно химиотерапии в одеванте. Также у нас есть единственное исследование третьей фазы по изучению доксурбицина или наблюдения у больных с первой и второй стадии саркоматки. Сразу скажу, что у нас было нет, то есть те пациенты, которые получали химиотерапию, на 10% снижается частота рецидивов, но эти данные не имеют статистической значимости. Продолжительность жизни выше у тех пациентов, которые получали доксурбицин, чем наблюдения, но это опять же не имеет статистической значимости, возможно, связано с погрешностью в исследовании. Поэтому на сегодняшний день, опять же, вопрос одевантной химиотерапии является при ранних стадиях, при первой, второй, является дискутабельным. И четких данных у нас на сегодняшний день нет. Что касается химиотерапии, другой опции, гемцитабильность доксурбицином, партн, доксурбицин с дозитокселом изучался в разных средних терапазах. Мы видим с вами 25 больных, 47 больных, небольшое количество пациентов. и мы получаем с вами те же цифры в принципе выживаемости в непрямом сравнении, как при изучении больных, которые находились под наблюдением, а затем получали при возникновении рецидива, болезни, химиотерапии. Поэтому на сегодняшний день у нас этот вопрос конечно стоит открыто. Хотя если мы с вами посмотрим на например лимисаркома первую стадию, мы видим с вами, что пациенты, которые не получали химиотерапию в начале 2000-х годов, их было большинство, тогда как сейчас все больше и больше пытаются назначать химиотерапию, в частности например американские данные СИРы показывают, что это гемцитабильность остается с акселом в адюватном режиме. Хотя не было ни одного рандомизированного исследования доказывающего, что режим гемтакс будет эффективнее и эффективнее, чем доктор Рубец. В то же время мы можем с вами посмотреть исследование вот например только при первой стадии в 2017-м году сравнивающей химиотерапию или наблюдение. Мы видим с вами, что различие не было получено по времени без прогрессирования продолжительности жизни. Поэтому еще раз показывающее о том, что может для больных ранними стадиями, первой стадии болезни, а дюантная химиотерапия ничего не дает, кроме дополнительной токсичности. Больные прогрессируют, если есть в этом необходимость. Поэтому сейчас вернемся уже в конце опять к химиотерапии, но четких данных о том, что по дюванте она работает нет. Что касается лучевой терапии, как касалась Иоанна Санна, опять же вспоминаем крупные исследования, включающие 224 пациентки с рандомизацией в группу лучевой терапии наблюдения. У больных с первой и второй стадии включались в основном левые саркомы, эндометриальные стромальные саркомы. Здесь правда большой процент карцина сарком, потому что в те годы карцина саркома у нас включались в саркомную группу. И здесь мы видим с вами отсутствие различий по времени беспрогрессирования, по продолжительности жизни, опять же, то есть адювантная лучевая терапия ничего не добавляла против наблюдения. В исследовании опубликованы данные, что улучшается частота, увеличивается, точнее снижается частота рецидивов локальных, но опять же это скорее всего связано за счет карцина саркома половины больных включенных в исследование, как объясняли это авторы, поэтому сегодняшний день говорим о том, что адювантная лучевая терапия при рай саркомах матки не используется. Была попытка сравнения лучевой терапии и использования комбинации лучевой терапии с химиотерапией, это единственное перспективное исследование, называется САКДЖИН, 81 пациент это негативное не было было некое улучшение статистически незначимое в трехлетней безрецидивной выживаемости, нет различий в трехлетней общей выживаемости и высокой токсичности, то есть опять же говорит о том, что комбинация этих двух методов ничего не приносит, еще раз показывает, что химиотерапия не дает преимущества для лечения сарком. Таким образом, на сегодняшний день, если мы посмотрим с вами на различные международные рекомендации, то адювантная терапия для первой и третьей стадии у нас нет доказательной базы. Для лемио-сарком мы можем использовать наблюдение и в каких-то случаях мы можем использовать химиотерапию, если мы видим, что пациентка молодая и неослабленная, то использование доксурубицина или гемцитабина до цитоксела. Четких показаний, кому конкретно и где она будет работать на сегодняшний день нет. Для эндометриальной стромальной саркомы низкой степени злокачественности это наблюдение или возможно гормонотерапия опять же для высокой степени злокачественности это адюватная гормонотерапия опять же под вопросом мы с вами видели небольшие данные, нет никаких четких данных что достоверно она работает так и нет данных что она не работает и недифференцированная саркома и аденосаркома и так далее данных четких нет. В 2018 году было пояснение группы ЭСГО о том, что наблюдение для леяной сарком это ранние стадии болезни операция без фрагментации опухоли о которой сегодня говорилось уже опухоль при телах матки с полной R0 R0 цитаредукцией тогда как во всех остальных случаях обсуждается химиотерапия поэтому наверное на сегодняшний так для леяной сарком мы для себя расставляем акценты все что раннее благоприятно соперированное можно спокойно наблюдать точно химиотерапия ничего не дает во всех остальных случаях возможно обсуждение химиотерапии режим доксорубицин или гемцетабин тустоксил выбирайте вы сами для себя но мы наверное используем доксорубицин в монорежиме оставляя гемтакс токсичный режим для лечения рецидивов для остальных это наблюдение либо гормонотерапия в адюванте опять же на вашу выбор дальше мы оставляем больных соответственно наблюдать и смотрите что возникает как часто они к нам возвращаются с метастатической болезнью к сожалению часто да лемиосаркома по последним данным больше половины больных возвращается к нам с рецидивами эндометриально-стромальная саркома низкой степени злокачественности реже всего треть больных высокой степени больше половины 70% это возврат к химиотерапевтам или хирургам лучевым терапевтам чаще всего конечно это метастатическая болезнь к сожалению диссиминированная требующая лекарственного лечения различные варианты недифференцированной саркома это вообще агрессивная ситуация чем же мы будем лечить ну опять же у нас как мы говорили есть хирургическое метод лечения лучевой который мы обсуждаем с хирургами конечно если болезнь протекает так что ее можно удалить радикально то мы обсуждаем всегда с хирургами потому что наши конечно возможности к сожалению ограничены для лечения этой болезни потому что мы можем использовать гормон терапии химиотерапии и вот что мы с вами имеем значит если мы говорим уже о гормонотерапии как о лекарственном методе то есть лечении метастатической болезни эндометриально стромальная и леомио ингибиторы ароматаза изучались но опять же видите 13 больных 11 больных небольшие работы и показаны вроде как довольно неплохие цифры увеличения времени и беспрогрессирования у больных у которых у которых позитивные рецепторы да при левомиосаркомия при левомиосаркомия у больных с позитивным гормональным статусом одно исследование совсем низкой цифры ВВП 2,2 месяца а вот есть исследование например греческие группы да которые показали что у них ВВП составило 14 месяцев ну надо разбираться что это за пациенты были но опять же говорим о том что наибольший эффект которым можно достигнуть это стабилизация и это в основном у больных с лоу грейд то есть наверное для больных эндометриальной астромальной саркомой лоу грейд гормонотерапия может быть как опция выбора для лечения метастатического процесса во всех остальных случаях все-таки это химиотерапия поэтому кратко да что гормонотерапия показана при позитивном статусе низкой степени злокачественности небольшом распространении болезни в основном это эндометриальная астромальная саркома низкой степени злокачественности леомиосаркома у которых невозможно провести химиотерапию по тем или иным причинам используем прогистильный ингибитор роматаз да не используем локсифин какие у нас трудности с химиотерапией да так как небольшие исследования есть они в основном для леомиосарком во всех остальных случаях это все под группу с саркомами мягких тканей незначительное число больных с эндометриальной астромальной саркомой недифференцированные саркомы включены в исследование то есть про них мы очень мало что знаем в основном это леомиосаркомы и в части исследований не было контроля в центральной морфологической лаборатории потому что интересно были проведены работы ретроспективные по анализу блоков пациентов которые входили в исследование оказывается что ошибка морфологическая локальная лаборатория составляет около 30% редкие опухоли поэтому к сожалению могут быть ошибочные диагнозы в связи с этим это повлияло во многом на результаты исследований международных которые проводились поэтому много трудностей но что мы точно знаем что использование например для леомиосаркомы химиотерапии улучшает результаты лечения больных статистически значимо чем если ее не проводить большой анализ 7000 пациентов показалось что мы увеличиваем медиану ВПП на 9 месяцев если мы проводим химиотерапию то есть химиотерапию при метастатической болезни проводить нужно вопрос заключается какую ну мы с вами помним что в 80-е годы было доказано что монотерапия доксорубицином лучше чем любая комбинация то есть тогда использовали доксорубицин с циклопосфаном сравнили ничего не улучшает то есть стандартным являлся доксорубицин в монорежиме в 15-м году публикуется однорукабельное исследование доксорубицин с гемостабином показывающие приблизительно схожие цифры по объективным ответам в времени беспрогрессивной продолжительности жизни на очень небольшой популяции больных и вот у нас начинаются две схемы выбора доксорубицин и доксорубицин и доксорубицин в 15-м году была попытка добавить биоцезумаб его пытались использовать везде и комбинация с биоцезумаб ничего не дала ни по объективным ответам ни по отдаленным результатам поэтому биоцезумаб не приезжает в лечение с архом и вот у нас две схемы выбора доксорубицин и ой пардон здесь доцитоксела с геностабином соответственно в дальнейшем было интересно посмотреть и сравнить эти две комбинации между собой и в 17-м году публикуется исследование на большой популяции больных 257 пациентов по сравнению доксорубицина и доцитоксела с геностабином два этих исследования что мы с вами видим одинаковые цифры времени без прогрессирования и пользу продолжительность жизни незначима пользу доксорубицина вот мы видим с вами цифры в принципе получается нет разницы что проводить одинаковые результаты получаются и даже режим с доксорубицином идет несколько выше пи 06 стать незначима но по сравнению с больными которые получали комбинированный режим поэтому на сегодняшний день режим с доксорубицином является предпочтительным то есть антроциклина играет важную роль в лечении сарком чем в первой линии чем геностабин доцитоксел поэтому в рутинной практике мы используем доксорубицин в первой линии лечения интересно исторический такой экскурс попытки использования еще одного таргетного препарата ларутумаба который был посмотрите потрясающие цифры показаны исследованием второй фазы на 50 больных с увеличением объективного ответа и с увеличением ВБП и продолжительности жизни в пользу этой комбинации вы так выглядели кривые доксорубицин с ларутумабом выигрывают и по ВБП и по продолжительности жизни вот эти цифры так восхитили американских коллективов где регистрируют препарат его начинают использовать для лечения больных саркомами мягких тканей в том числе и теломатки и планируется третья фаза исследование анонс исследование третьей фазы показывает что различие не было получено на большой группе больных таким образом показывает что вот видите как иногда вторые фазы нужно быть с ними очень внимательными и аккуратными и ждать третьих фаз после чего происходит отзыв в регистрации препарата и препарат погибает и мы его сейчас не используем в принципе нигде таким образом доксорубицин у нас опять становится стандартом лечения саркома в первой линии терапии но очень кратко покажу из последнего что есть это 21 год опять же анализ 20-й год прошу прощения это анализ сравнительный непрямой да исторически ретроспективный доксорубицина в сравнении с доксорубицином дакробазином и доксорубицином с сифисфамидом лечения саркоматки именно и мягких тканей которые показывают что именно подгруппе доксорубицин с дакробазином есть наибольшее увеличение объективных ответов на 5% и время без прогрессирования продолжительность жизни несколько выше в комбинации доксорубицин дакробазин вот она верхняя кривая и по продолжительности жизни чем при монотерапии доксорубицином или доксорубицин с сифисфамидом который изучался поэтому возможно да использование комбинации доксорубицина с дакробазином может стать стандартом но это нужно изучать в рамках рандомизированных исследований поэтому на сегодняшний день как мы говорили у нас стандартом выбора в лечении больных с саркомами является доксорубицин в монорежиме по тем или иным причинам если пациентке не показаны троциклины это доцитоксел с геностабином что касается второй линии лечения если больные прогрессируют то здесь конечно все очень печально мы видим с вами цифры доз с геностабином показывает 23% объективных ответов 4,7 месяца ВВП то есть пациенток прогрессирует в принципе на этом режиме это позит еще хуже сравнение с декорбозином в монорежиме или ген декорбозин имеет выигрыш поэтому комбинация может быть использована чем в декорбозином в монорежиме исследование тробектидина и декорбозина показывает некое увеличение ВВП в пользу тробектидина но отсутствие различий в продолжительности жизни и именно выигрыш который был получен он как раз для лея миусарком поэтому если использовать тробектидин то только в этой подгруппе больных и мы видим в непрямом сравнении что в принципе все это имеет сопоставимую эффективность она низкая и приблизительно одинаковая поэтому выбор второй линии у нас зависит от токсичности предыдущей линии лечения ожидаемой токсичности в состоянии больного схемы выбора на основе тробектидин декорбозина и гемцитабина возможен возврат с антрациклина поэтому мы считаем всегда насколько выбрана доза антрациклина в первой линии лечения и естественно это попытка включения больных в клинические исследования по возможности во всем мире для того чтобы понять какой же режим наиболее эффективен использование различных нецитостатических препаратов иммунотерапия изучается и мы видим с вами что пока иммунотерапия ничего не дает допустим не вырубав ноль ответов ничего как пример пока иммунотерапия не находит свое место мы знаем что VGFR ингибиторы у нас зарегистрированы в частности позапонип активно используется с 11% объективного ответа и пик тест 3 месяца исследования по лет на основании которого было зарегистрировано позапонип в лечении рогерофениб также имеет некое преимущество при использовании с плацебо просто поэтому он также может быть использован в лечении больных ну и другие препараты особых своих преимуществ не показали поэтому в принципе мы говорим о том что на сегодняшний день если пациенты у нас не могут получать химиотерапию да то мы переходим на такие препараты как пазопонип 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 для больных с саркомами тела матки в частности спасибо большое за внимание наверное все если есть вопросы спасибо большое Александра Сергеевна за прекрасный доклад есть ли вопросы у коллег наших онкогинекологов может быть потому что в чате вопросов я пока не вижу Александра Викторовна есть у коллег вопросы какие-то с микрофоном какие-то проблемы ну тогда если небольшой такой может быть вопрос общего характера то есть ну исходя из вашего доклада саркома тела матки это проблема которой к сожалению мы еще далеки да от решения то есть возможности лекарственной терапии они все-таки не дают нам тех результатов которые бы нам хотелось видеть в отношении увеличения продолжительности жизни без рецидивной выживаемости да и даже такие новые опции как иммунотерапия тоже малоэффективны к сожалению пока ну пока да саркома к сожалению как мы все знаем довольно агрессивные болезни быстро делящиеся растущие имеющие в основном гематогенное прогрессирование и как мы видим что к сожалению даже при ранних стадиях несмотря на то что хирурги делают все видимо уже гематогенное метастазирование происходит и мы часто видим этих пациентов с диссиминацией легких печень которые приходят к нам на дальнейшее лечение и к сожалению с учетом агрессивности течения наша химиотерапия имеет не столь значимые эффекты например сравнивая с теми же раком эндометрия который мы тоже говорим что все-таки есть неблагоприятные подгруппы но по сравнению с саркомами это более благоприятный подтип лечения течения болезней и конечно хочется надеяться что мы будем искать какие-то подходы которые нам позволят результаты лечения этих больных а есть ли какие-то работы или может быть надежда на то что вот даже внутри сарком будет какая-то гетерогенность может быть генетическая может быть по другим каким-то критериям который будет служить либо предиктором прогноза либо в принципе будет иметь лучшие результаты в плане лекарственного лечения к сожалению к сожалению при саркомах таких типичных молекулярных генетических изменений частых нет ну например единственное что мы знаем что есть небольшой процент больных у которых можно найти мутацию НТРК где работают соответствующие препараты и для больных левыми саркомами там очень небольшой процент но есть больных с мутацией БРСЕ 2 чаще всего соматической поэтому есть вероятность что здесь может быть будут работать так ингибиторы небольшие работы есть показывающие эффект но пока это на таких стадиях разработок что говорить о том что мы здесь можем что-то выиграть но опять же диетиничные больные которых надо искать вылавливать к сожалению это не поток саркома сами по себе арфанная болезнь к сожалению все вот так понятно ясно спасибо большое замечательный доклад предоставляем слово Александре Викторовне Тамазиан с докладом по случаю лечения рецидива саркома тела матки пожалуйста Александра Викторовна добрый день уважаемые коллеги огромное спасибо за доклады и очень благодарна что я могу выступить с клиническим учаем лечения рецидива саркома матки пациентка 66 года рождения с диагнозом рак тела матки леомиосаркома первой B стадии 0-0-0 после комбинированного лечения в 2016 году было хирургическое лечение один курс докса рубицина адювантно рецидив заболевания множественные метастазы в легкие после 6 курсов ПХТ докса рубицином и дальнейшее прогрессирование заболевания канцероматоз остыв после 6 линии ПХТ в процессе метрономной терапии клиническая группа 4 пациентка под наблюдением у нас в онкодиспансерии с 2000 почему не достается из-за намного заболевания пациентка наблюдается с 11 августа 2016 года 4 августа 2016 года тотальная гистероктомия с придатками по поводу леомиомы она поступала в Брянскую областную больницу в экстренном порядке нарушение кровообращения в узле был микросузла пересмотр в нашем онкологическом диспансере стекол в последующем послеоперационном периоде ответ был леомиосаркома пациентка получила один курс докса рубицина в суммарной дозе 150 мг одевантно затем пациентка в следующий раз появилась у нас в онкодиспансерии в июле 2017 года она однократно явилась на контроль на момент осмотра жалобы мне предъявляла узи малый таз брюшную полость и на тот момент был рентген с места жительства все было без особенностей затем пациентка по месту жительства делает рентген и по рентгену органов грудной клетки справа в верхней латеральном отделе появляется участок уплотнения легочной ткани широким основанием прилежащий к остальной плевре контур его четкий ровный размер 28 до 25 мм слева в проекции второго ребра ближе к корню крупный очаг до 15 мм следует думать о метастазе в плевру и легке рекомендована была компьютерная томография органов грудной клетки мы попросили архив от 2017 года и до 2017 года образование это уже было на контрольном обследовании по данным спиральной компьютерной томографии органов грудной клетки в легких с обеих сторон в том числе суплеврально определяются множественные округлые образования с четкими ровными контурами диаметра от 0,2 до 2,7 см состояние расценено как множественные метастазы в легкие пациентка получает на консилиуму выставлен рецидив заболевания с метастазами в легкие и пациентка начинает курс химиотерапии докса рубицином первая линия получила три курса сделали контрольное УЗИ малый таз брюшную полость все без патологических изменений промежуточные сделали рентген вот эти фокусные изменения они сохранялись очаговые изменения но они были менее интенсивные и не увеличивались сделана контрольная компьютерная томография в ноябре 2018 года в легких визуализируется многочисленное очаговое образование с ровным контуром размерами от 5 мм в диаметре до 20 мм ранее были 27 на 10 то есть количество их осталось прежних а размер уменьшился состояние расценено как картина МТС поражения легких в сравнении с данными от августа 2018 года наблюдается положительная динамика проведено еще два курса химиотерапии доксорубицином лечение пациентка переносило удовлетворительно проведено контрольное УЗИ органов малого таза и брюшной полости все без патологических образований на рентгене от 21 января 2019 года образование в правом легком сохраняется но без динамики проведено УЗИ малый таз УЗИ брюшной полости общеклинические анализы все без отклонения от нормы на консилиуме от 21 января 2019 года состояние пациентки мы расценили как стабилизация процесса рекомендована была поддерживающая терапия препаратом пазапонип 400 мг 2 раза в сутки длительно за 24 января 2019 года пациентка получила 3 курса таргетной терапии пазапонипом в суммарной дозе 800 мг ежедневно на контрольном обследовании по данным спиральной компьютерной темографии органов грудной клетки от 17 апреля 2019 года в легких визуализируется многочисленное очаговое образование с ровным контуром размерами от 5 в диаметре до 36 на 29 мм ранее они определялись как 20 на 14 количество остается прежним размер увеличился заключение картина метастатического поражения легких в сравнении с данными от ноября 2018 года динамика отрицательная на консилиуме состояние было расцелено как прогрессирование заболевания рекомендовано проведение полихимиотерапии по схеме гемтакс пациентка получает курс гемтакса в суммарной дозе 2 мг гемцитабина 150 мг токсанов по клетоксилу и общая суммарная доза 4 мг гемцитабина пациентка этот курс принесла очень плохо у меня получается была популезна зудящая осыпь на туловище на конечность их носовое кровотечение ладоноподошвенный синдром и на следующий курс когда пациентка явилась мы решили его не проводить составлена консультация пациентка была направлена на консультацию ФГБУ МИД с онкологией имени Блохина и согласно консультации пациентке было рекомендовано проведение еще двух курсов по схеме гемтакс гемцитабин дозировка 900 мг на метр квадрат первые восьмые дни в виде 90-минутной инфузии плюс доцитаксел 100 мг на метр квадрат на их восьмой день и поддержка КСФ с 9 по 19 дни повторный курс 22 дня контрольное обследование через два курса перед началом лечения было показано выполнение компьютерной томографии органов грудного клетка там же в институте был проведен пересмотр гистопрепаратов диагноз леониосаркома матки третьей степени злокачественности по системе FNC LCC и определили иммуногистохимическое исследование с антителами к рецепторам эстрогенов и рецепторам прогестерона рецепторов эстрогенов сумма получилась сумма баллов 7 баллов а рецепторы прогестерона 6 баллов пациентка повторно консультирована я пока спрошу получается что несмотря на то что больная переносила тяжело ей продолжу рекомендовать дозу я думаю вот она получила она дала нам плохую реакцию институт нам порекомендовал продолжить гельтагс только под контролем под страховкой ГСФ с первого по девятые дни потом получается как она переносила оставшиеся два курса ну сложно у нее в основном да было снижение артериального давления то есть цепи популезной этого всего не было давление у нее падало очень странно потому что считается что гельтагс когда означает не в первой линии априори редуцированный да 675 доц но вот дозировка такая у нас была да поэтому пациентка повторно потом также была через два курса повторно была консультирована на медицинкологии имени Блохина и по рекомендации пациентку мы переводим на другую схему ифосфамид 2 мг на метр квадратный сутки внутривенно капельно с первого по пятый дни плюс уровень тексан 120% от дозы ифосфамида в такой схеме по такой схеме проведено 6 курсов в суммарной дозе ифосфамид 18,6 вместо 24 отмечалась на вот на этой схеме химиотерапии отмечалась положительная динамика по данным КТ и пациентка кстати неплохо переносила этот курс по КТ органов грудной клетки от 25 февраля 2020 года в легке сохраняются многочисленные чуговые образования с ровным контуром размерами от 5 до 19 мм ранее они были 27 на 17 количество их также остается прежним но в размере они уменьшились в сравнении с данными декабря 2019 года состояние по КТ расценено как положительная динамика в сравнении с данными от декабря 2020 года мы пациентку на общий консилиум был онкодиспансер мы состояние пациентки расценили как стабилизацию процесса она была отпущена под динамическое наблюдение с явкой для контрольного обследования через 3 месяца но как раз тогда начался ковид и из-за этой из-за сложной предобстановки по поводу ковид-19 инфекции пациентка явилась к нам только летом 20 июля 2020 года сделано КТ и в обоих легких визуализировались уже множественные объемные образования разных размеров от 4 мм до 45 с четкими ровными контурами округлой и неправильной формы без перифокальных изменений и большинство этих образований оно значительно увеличилось в размере по сравнению с компьютерной томографией от февраля 2020 года в лимфоузлы средостения единичные светились в плевральной полости перикардиальной сумки свободной жидкости не отмечается состояние по КТ расценено как метастазы в легкие и по сравнению с данными компьютерной томографии 25 февраля 2020 года динамика отрицательная проведено также УЗИ малого таза брюшной полости общеклинические анализы они были без отклонений состояние расценено как продолженный рост по решению консилиума в онкодиспансере от августа 2020 года было принято решение о проведении трех курсов ПХТ липосомальным доксорубицином келексом в суммарной дозе 50 мг с оценкой динамики было проведено три курса липосомальным доксорубицином лечение пациентка перенесла удовлетворительно последний курс был проведен в октябре 2020 года после трех курсов пациентка была направлена на ПЭТ-КТ в городе Орел проводилась ПЭТ-КТ по ПЭТ-КТ выявлено дальнейшее прогрессирование процесса легких очаги практически все в два раза увеличились на фоне приема доксорубицина пациентка была заочно консультирована в ГБУ МИЦ-онкологии имени Петрова в городе Станкт-Петербург заключение пациентка интенсивно была пролечена получена 5 лени системной лекарственной терапии и учитывая дальнейшее прогрессирование процесса рекомендована смена режима лекарственной терапии нам предложили возможные варианты ирибулин 1,4 мг на метр квадратный каждые 3 недели либо трабиктидин 1,5 мг на метр квадратный внутривенно 24-часовая инфузия каждые 3 недели также рекомендовано было контрольное КТ органов грудной клетки органов брюшной полосы с контрастом и МРТ малого таза с контрастом либо ПЭТ-КТ всего тела с контрастом через 8 недель терапии дополнительно выполнить МГИ и определение мутации в гене НТРК выполнено не было и наблюдение онколога по месту жительства проведено 3 курса ирибулином в суммарной дозе 2,52 мг перенесла пациентка курсы удовлетворительно курс завершен в январе 2021 года проведено контрольное КТ органов брюшной полости от февраля 2021 года метастатическое поражение легких отрицательная динамика образования увеличились в размере до 107 ранее они визуализировались 93 на 54 также повторно пациентка в рамках телемизорской консультации консультирована ФКБУ МИЦ онкологии Петрова в городе Санкт-Петербург получаем заключение пациентка интенсивно пролечена получена 6 линий системно-лекарственной терапии учитывая дальнейшее прогрессирование процесса исчерпанность стандартных вариантов лечения рекомендована попытка метрономной химиотерапии циклофосфаном по 50 мг ежедневно и метатриксатом по 2,5 мг 2 раза в день в первые и вторые дни каждой недели также контрольные КТ органов грудной клетки брюшной полости с контрастом и органы малого таза МРТ с контрастом либо ПТКТ всего тела с контрастом через 2-2,5 месяца проведено 3 курса по схеме циклофосфаном метатриксат без эффекта при контрольном УЗИ брюшной полости выявлены метастазы в печень проведено КТ органов брюшной полости метастазы в печень подтверждаются делаем контрольное КТ брюшной полости органов грудной клетки с контрастным усилением отрицательная динамика увеличение размеров очагов легких их количество до 27 до 27 ранее было их 10 пациентка самостоятельно обращается уже сама едет в институт ФГБУ медицинской онкологии имени Петрова 7 мая 2021 года консультирована онкологом рекомендации консультации химиотерапевта для решения вопроса о дальнейшей химиотерапии на прием химиотерапевта пациентка в тот момент не попала приехала к нам обратно у пациентки появился асцит начал нарастать асцит проведена эвакуация от асцита пациентка заочно консультирована в рамках телемедицинской консультации ФГБУ медицинской радиологии в городе Обнинск 9 июня 2021 года из консультации следует что нужно признать что резервы лекарственного лечения практически полностью исчерпаны рекомендовано проведение терапии мегистрелом ацетатом 160 мг 2 раза в сутки либо медроксипрогестерон ацетат 200-500 мг да это была видеоконсультация и пациентке был один курс она получила и к сожалению 10 августа 2021 года пациентка скончалась получается лечение от момента постановки диагноза до этого составило без 3 дней ровно 5 лет спасибо большое на самом деле да такой интересный клинический случай на самом деле у всех есть эти пациенты которые с саркомами живут долго и всегда целая проблема что придумать им назначить потому что они еще сохранны а схем у нас очень не стоит много для того чтобы их лечить вот если ну в принципе да все корректно на что наверное стоит обратить внимание по последним данным да и репулин он все-таки больше работает перед ней по саркому поэтому возможно он не давал о себе знать и что наверное мы для себя поняли занимаясь саркомами мы теперь стали все снимки пересматривать еще сами помимо того что нам пишут в КТ потому что да сарком они дают скистозный соленый компонент и больных когда они пишут прогрессирование диагности они часто не измеряют зону кистозного и зону соленого компонента да я думаю что у вас может быть такая же проблема мы сейчас как раз хотим работать над этим но по крайней мере мы сейчас смотрим в участок снимки еще с вами если больные клинически стабильны на какой-то определенной схеме лечения и при этом у них идет рост да описан за счет кистозного компонента а не за счет соленого то мы продолжаем эту линию лечения до достижения либо клинического ухудшения либо до лечения сухонного компонента потому что бывает причем часто бывает разнонаправленно еще динамика при сарком ухудшения уменьшается уменьшается увеличивается оценить довольно сложно но для того чтобы все-таки выбрать максимально из одной линии лечения не быстро перескакивать хотя вот это типичная картина о том что мы начинаем линию и на этой линии бессонка прогрессирует начинаем следующую и так далее к сожалению эта ситуация частая но здорово что больная у меня были светлые промежутки да были успех чего говорили 5 лет в жизни больного это успех вот наверное так если Елена самна с нами она может тоже что-нибудь прокомментировать я начну наверное в операционной уже да наверное в операционной по всей видимости погрузилась Александр Викторович спасибо большое за прекрасный доклад большой массив данных мы знаем как выглядят амбулаторные карты этих пациентов поэтому провести работу над этой документацией да это Федор Михайлович да 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 нервно радиозы на студии потому что конечно да проблематично спасибо огромное очень такой структурный четко доклад поэтому в чате вопросов у нас нет в принципе если вопросов нет я думаю что наверное можем мы заканчивать еще раз благодарю всех наших спикеров Александра Сергеевна огромное спасибо огромное спасибо Елене Александровне и Александре Викторовне спасибо большое всем участникам всем коллегам было очень интересно информативно я надеюсь до скорых новых встреч уже в очных форматах и более продуктивное общение личное спасибо огромное спасибо большое коллега спасибо огромное всего доброго хорошего всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания